Рождественские дни Сколько раз вы слышали рождественскую историю? Мы слышали так много проповедей, которые говорят о рождении Иисуса Христа, столько песен, которые также посвящены этому. И мы знаем, как проходит эта история. Мы знаем, что Иисус родился в Вифлееме. И вообще невозможно противостоять этому факту, что Иисус Христос не явился. И в других религиях, в римской культуре, в еврейской истории, они также подтверждают факт прихода Иисуса Христа. И тот, кто говорит, что я не верю, что Иисус Христос действительно существовал или пришел, они должны преодолеть большие препятствия, чтобы доказать это. И даже в Григорианском календаре, который мы используем сейчас, говорится BC, то есть перед Христом и AD, что подозначает год Божий. Год Господа. И мы живем сегодня в 2020 году, что обозначает, что прошло ровно 2020 лет с момента рождения Иисуса Христа, с момента года Господа. Мы знаем, что Иисус родился. Но вопрос сегодня, на который мы должны ответить, почему? Почему Он должен был оставить небеса и прийти на землю? Какова была Его цель, прихода? Это очень простой вопрос, но очень важно для нас на Его ответить в то время, когда мы входим в эти дни празднования Иисуса, рождения Иисуса Христа. Чтобы наши сердца и наш ум могут быть сконцентрированы на Иисусе Христе и на причине, по которой Он пришел. И я слышал историю о одной девочке, которая ответила на вопрос ее подруги. Получила ли ты все, что ты хотела на праздник Рождества? И эта девочка отвечает, что нет, конечно же, я ничего не получила на день Рождества. И, вы знаете, это помогает мне понять, что Рождество не о нас. Это празднование о Христе. Это празднование о Христе. Это празднование о том, что Он пришел на землю и о том факте, что Он родился. You know, the fact that Jesus was born in Bethlehem is true, and we know exactly who it was who came. И то, что Иисус родился в Вифлееме, это правдивый факт, и мы знаем того, кто пришел. You know, it was the promised one that came. Это был обещанный тот, кто пришел. You know, in the Bible, we find so many different names, how Jesus is prophesized that He was a promised one was going to come. И в Библии много находим разных имен, о которых было обещано то, что Он придет. First of all, He is the Son of God. In первую очередь, Он Сын Бога. You know, and despite being a Son of God, so many times in the Bible, almost 70 times, He called Himself a Son of Man, identifying Himself with us. И несмотря на то, что Он являлся Сыном Бога более 70 раз в Библии, сам Иисус говорит о себе, что Он Сын Человеческий, тем самым, как бы, приближая нас к Себе. You see, Bible talks about Him as the seed of a woman, seed of Abraham, seed of Isaac. И также в Библии говорится, что Он был семенем женщины, семенем Исаака и семенем Авраама. He was a son of David. He was a prophet, like Moses. Он был сыном Давидом, и Он также был пророком, как Моисей. You know, in Isaiah, we read, He's a wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. И в Исаии мы читаем, что Он был чудным советником, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Его имя Эммануил, Бог с нами. You see, we knew exactly who came on that Bethlehem morning. You see, it was the promised one. And you know, we call Him Jesus Christ. Did you know that Apostle Paul called Him more Christ Jesus? You know, Christ, or in Russian, Christos, is simply a Greek word for a Hebrew word, Messiah, which means anointed one. И Христос, это было греческое слово, которое переводится с иврита, Messiah, то есть помазанный. Jesus is another name that we call Him, and that just simply means in Hebrew, Joshua, or the fullest name, Jehoshua, which means Jehovah saves. Иисус в еврейском языке, это Иешуа, или в полной версии, это имени Ехошуя, которое обозначает Иегова спасает. И это прекрасно, что мы можем называть его всеми этими именами, Иисус Христос, и истина то, что Он спасает, и Его спасает. И мы знаем точно, кто пришел. И мы знаем, кто пришел, и мы знаем, что о Нем было много были обетования за много лет до Его прихода. Where was He born? He was born in a city of David, that we call Bethlehem, and that was prophesized by Micah. И где Он родился? Он родился в городе Давидовом, и это был Вифлеем, и это было предвещено Михеем. But how was that going to happen, if we know that Joseph and Mary, they lived, they didn't live in Bethlehem, they lived in Nazareth, which was in a region of Galilee, a very different place. But God makes no mistake. And you see, the reason that this was able to happen is because there was Caesar Augustus who made an order, an order that a census be taken of the entire Roman world at the time. И мы знаем, что в то время император Август, он издал приказ, чтобы совершена была перепись по всей Римской империи. And you know what that would mean? И вы знаете, что это могло бы значить? That meant that Joseph and Mary had to come back to the city of David to register, and they had to go down there from the Nazareth where they lived. И это обозначало, что Мария с Иосифом должны были с Назарета, где они жили, вернуться в Вифлеем, где родился Иосиф. To fulfill the prophecy. Чтобы исполнить это обетование. That was not a mistake. В этом не было ошибки. It was prophesied that the baby would be born of a virgin, that he would come of the Holy Spirit. И было предвещено, что этот ребенок, он родится от женщины, которая зачнет Духом Святым. So, in this way, the rescue plan for humanity was about to take place. И в это мгновение, план спасения всего человечества, он должен вот-вот совершиться. So, before we answer the question, why he came, let's answer the question, where did he come from? И перед тем, как мы ответим на вопрос, зачем это свершилось, мы ответим на вопрос, откуда он пришел. You know, and the best way that we have to answer this is that he came down. И как мы можем на это лучше всего ответить, он сошел сверху. You see, let's open to the gospel of John chapter 6. И давайте откроем от Иоанна, 6 глава. Jesus is trying to explain here who he is and where he came from. Иисус тут объясняет, кем он являлся и откуда он пришел. Let's read the 33rd verse. It says, For the bread of God is that which comes down out of heaven and gives life to the world. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. In verse 38 we read, For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. And you see, in verse 51 he says, I am the living bread that comes down out of heaven. If anyone else eats of this bread, he will live forever. И в 51 стихе говорится, Я хлеб живый, сшедший с небес, и идущий хлеб сей будет жить вовек. You see, he came down, he descended from heaven to come to earth. И мы видим, что он пришел, он спустился с небес, чтобы сойти на землю. It is God coming down to become a man. Listen, he existed before he was born in Bethlehem. You know, our children, they sometimes ask us very interesting questions. I have a daughter who is almost four years old. And we were looking through some family pictures from before she was born. And she saw herself in the picture and says, Daddy, where was I in that picture? И когда мы смотрели какие-то старые фотографии, и она задает мне вопрос до того, как она родилась, Папа, где я на этой фотографии? Well, I told her, sweetie, well, you weren't born then. И я ей говорю, милая, ты тогда еще не родилась. You didn't exist before you were born. Ты тогда еще не существовала до того, как ты родилась. You see, every one of us, we did not exist before we were born on this earth. Каждый из нас, он еще не существовал до тех пор, пока мы не родились на земле. But Jesus' birth was unlike any other birth. Но рождение Иисуса Христа было совершенно другим. Because he was the only one who existed before he was born in Bethlehem. Он был единственным тем, кто существовал до тех пор, когда он родился в Вифлееме. Он всегда существовал как Бог. И когда он пришел на землю, он стал как один из нас, он стал человеком. You see, nobody can simply dismiss this as a children's story. И никто не может это отвернуть просто как какую-то детскую сказку. Это правдивое событие, которое совершилось. И рождение Иисуса Христа — это самое важное рождение в истории мира. So, you see, we know exactly who came. We know where he came from. And the biggest question, and the most important question is why. И мы знаем, кто пришел. Мы знаем, откуда пришел. И теперь самый главный и важный вопрос — это почему он пришел. Why did he have to leave heaven and come here on earth? Почему он должен был оставить небеса и прийти на землю? What was the purpose of his coming? And how does that change your life or mine? Let me give you three answers to help us answer this question. He came because he was sent. He came because we were helpless to be able to help ourselves with our sin. And finally, he came because that is who he is. He is Jehovah who saves. He's a savior. So, first of all, let's talk about he came because he was sent. You see, listen, he was sent because he came here for a mission. And he was sent to come here on a mission. A rescue mission of salvation. A mission of salvation. You see, let me bring you back to Jerusalem when Jesus is speaking in the temple. And let me bring you back to Jerusalem when Jesus is speaking in the temple. Let's open to John chapter 7 verse 28. Откроме Иоанна 7 глава 28 стих. Then Jesus cried out in the temple, teaching and saying, You both know me and know where I'm from. I have not come of myself, but he who sent me is true. Whom you do not know. I know him because I am from him and he sent me. You see, Jesus stands on the stage of time and he says, I am here because God has sent me and because I am not here because of my own accord, but because my Father has sent me to the earth. And we see, that Jesus stands on this period of time and he says, I am here because 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 of my will. But because I am here because of my God. What an amazing statement. What an amazing statement. You see, the rescue mission was planned by the Father. It was accomplished or it was executed by Jesus Christ. And today it is applied to your life and my life by the work of the Holy Spirit. Mиссия спасения была спланирована Богом и она была исполнена через его Сына Иисуса Христа. И теперь посредством Духа Святого мы также к ней можем относиться. God is not making things up as he goes. Бог не придумывает вещи просто по уходу. This was God's rescue plan for humanity. Это был Божий план спасения человечества. And you know what's even more amazing? И знаете, что еще более прекрасно? We read that the words that Jesus is speaking are not just his words. They are the words that God, the Father, has given him to speak. Те слова, которые говорит, проговаривает Иисус Христос, они не его слова. Но это те слова, которые Бог ему дает говорить. Let's open to John 12, 49. Откройми Иоанна, 12 глава, 49 стих. It says, For I did not speak on my own initiative, but the Father himself, who sent me, has given me the commandment on what to say and what to speak. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец. Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. How incredible is this? Насколько потрясающе это. You know, Jesus came into the world doing the will of the Father. He came down because He was sent and He was speaking the words that God gave Him to speak. Иисус пришел на землю из-за желания, из-за воли своего Отца. И Он говорил те слова, которые Бог давал Ему говорить. So He came down because He was sent. Он пришел, потому что Он был послан. So what is the second reason that I'd like to talk about is He came down because we were helpless to be able to help ourselves. И какая вторая причина, о которой я хочу поговорить, это то, что мы беспомощны, чтобы помочь себе. Let's open to Romans chapter 5, verse 6. It says, for a while we were still helpless, at the right time Christ died for the ungodly. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. When we were powerless to help ourselves, then Jesus Christ comes to help the sinner, to die for the sinner. Когда мы были бессильны, чтобы помочь себе, Иисус приходит, чтобы помочь грешникам, чтобы умереть за грешных. Let me give you a few examples. Позвольте мне вам привести несколько примеров. You've all seen pictures of videos when an avalanche, lots of snow comes down the mountain, burying people underneath. Вы видели, наверное, или фотографии, или видео того, как сходит нежная лавина, и как она хоронит под собой людей. Он полностью беспомощный, полностью бессильный, чтобы помочь себе. И единственная надежда в том, что кто-то извне придет и спасет этих людей. И история Иисуса Христа именно такова. He comes from the outside to the inside, so that He can pull those that are helpless, that are powerless, that are stuck from there. И Он приходит извне, чтобы вытянуть этих беспомощных, бессильных людей, которые находятся там, которые застряли там. But why are we helpless and why are we powerless? Но почему мы беспомощны, почему мы бессильны? Because of sin. Из-за греха. I mean, sin is essentially rebellion against God. Грех, он как бы представляет собой бунт против Бога. You see, Paul concludes, and he says that we have all sinned. And chosen to worship creature instead of the creator. He says none that are righteous and none that does good. Он говорит, что нет ни одного праведного и нет ни одного делающего добро. You see, we are all men that are sinful by our nature. We are all sinful by our practice, failing to glorify God, failing to love God, failing to follow God, failing to do what we're supposed to do. И вы знаете, все мы грешники по нашей природе и также на практике. Мы не можем прославить, мы не можем подчиниться и не можем любить Его. We were helpless to help ourselves. Мы были беспомощны, чтобы помочь самим себе. Let me give you another example. Я еще один пример приведу. Have you ever thrown a dart at a target? Бросали ли вы когда-то дротик в мишень? You know, and I have, and one thing that I've noticed, that under no circumstances could I land the dart precisely in the center. И вы знаете, я пробовал, и я осознал, что ни по какой причине я никогда не смогу попасть именно точно в центр этой мишени. You see, this may help us see our relationship with God without Jesus. Это может помочь нам осознать наши отношения с Богом без Христа. To throw and to fall short of the board. Бросать и не попадать в эту мишень. Yeah, it's to throw and to miss completely. Бросать и полностью попадать мимо. And what the Bible says is that everybody throws and everybody misses. И Библия говорит, что все бросают, но все кидают мимо. When it comes to glorifying God, to pleasing God, to loving Him, to following God. Когда говорится о прославлении Бога, о подчинении Богу, о следовании за Богом. You know, you may miss by an inch, or you may miss by a mile. Вы можете промахнуться на дюйм, вы можете промахнуться на милю, но каждый промахивается. You see, we're completely helpless, and sin is the main problem. И вы знаете, мы абсолютно беспомощны, и именно в грехе лежит проблема. You know, it separates us from God. Она отделяет нас от Бога. Мы живем в этом, мы как бы связаны своими собственными эгоистическими желаниями. Мы живем в конфликте с людьми, в конфликте с Богом. Мы можем жить в рабстве многих других вещей. И, you know, there is nothing that can deal with the problem of us being separated from God. И ничто не может нам помочь в этой проблеме, что мы разделены с Богом. The only answer is Jesus coming down and being able to resolve the problem of sin. Единственный ответ — это Иисус Христос, сшедший на землю, чтобы решить эту проблему зависимости от греха. Тот, который единственный может снять это покрывало с наших глаз, и чтобы мы снова могли видеть. Который может освободить нас от греха. Итак, почему Иисус пришел? Потому что Он был послан, потому что мы были беспомощны, и потому что это тем, кем Он является. Он является спасителем мира. И, you know, there is a verse in the Bible that helps address this crystal clear why He came. И, you know, it's so obvious that even a blind man can read it and see it. And, you know, this verse essentially captures the beauty of the entire gospel of Jesus Christ. И этот стих, он как бы охватывает всю красоту в Евангелии Иисуса Христа. Он открывает, почему Бог послал Иисуса на землю. Давайте прочитаем 1 Тимофея 1, 15. Так говорится, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Иисус пришел на миссию спасения. И когда доктор приходит к вам не потому, что у вас все хорошо, но потому, что вы больны. И поэтому врач пришел не к тем, у которых все хорошо со здоровьем, но он пришел к тем, кто больны этой смертельной болезнью, грехом. И это все мы. Он пришел к нам, потому что мы не можем своими добрыми делами, своей хорошей моралью подняться на небо. Может ли человек спастись своими делами? И мне нравится один пример, который говорит, что нам было бы легче подняться на небо с помощью веревки, сделанной из песка, чем подняться своими делами. Христос должен был перейти на самую землю. Он не мог спуститься нам просто на полпути, чтобы он что-то сделал, я что-то сделал снизу, потому что мы ничего не можем сделать из-за греха. Он должен был спуститься на самую землю, чтобы спасти нас. И Иисус был очень ясно проговаривает миссию своего прихода. Откроем Луки, 19, 10. Откроем Луки, 19, 10 стих, Иисус говорит о себе. Он говорит, For the Son of Man, notice He's talking about the Son of Man, that's the 70 times in the Bible, in the New Testament we find Him doing that. For the Son of Man has come to seek and save who? Those which are lost. И заметим, что Он говорит на себя здесь, Сын Человеческий. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. И мы заметим, что эти слова Иисус сказал, когда Он находился в толпе, которая осуждала Его за то, что Он вошел в дом Захея, который был предводителем, который был главным сборщиком налогов. И почему Он вошел именно в дом Захея, потому что это именно был тот человек, ради которого Иисус пришел. Потому что Он говорит, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Он искал Его, Он нашел Его, и Он спас Его. И помним, как Иисус вошел в дом Левия, и эти люди, фарисеи, задавали ему вопрос, почему Он зашел в Его дом? Разве Он не знает, кем являлся Левий? И, конечно же, Он знал, кем являлся Левий. Именно поэтому Он вошел в Его дом. И также Иисус находился с Никодимом, религиозным лидером, который как бы застрял в этой религии. И Иисус говорит ему, тебе нужна помощь, ты должен снова родиться. И Иисус находится возле женщины у колодца, которой было пять браков, и тот человек, с кем она жила, не являлся им мужем. Он говорит ей, тебе нужна помощь, тебе нужна живая вода. И живая вода, Он говорит здесь о себе, это то, что освободит тебя. Братья и сестры, я подхожу к заключению. Вы видите, что Иисус пришел, чтобы спасти грешников, как вы и как я. Вы знаете, Он пришел на землю в форме ребенка, который вырастил, как нормальный ребенок, но, кроме того, что он не болезненно. И тогда, один день, Он расположил Его жизнь на кресле, чтобы вы и я могли бы иметь вечерненное жизнь. И Он перешел на землю в образе простого младенца. Единственным исключением для вас то, что Он был безгрешным, когда Он возрастал. И в конце Своей жизни Он положил Свою жизнь за нас на кресте, чтобы ты и я могли иметь жизнь. И своей смертью на кресте Он перемирил праведного Бога, Бога с грешным человеком. Эти две стороны Он соединил через кровь. И Он был этим посредником, который являлся одновременно полностью Богом и полностью человеком. И Он смог соединить праведного, святого Бога и грешного человека. Вот как спасает Иисус. И поэтому сегодня мы можем сказать, что мы прощены. И наш долг полностью уплачен тем, который пришел, чтобы спасти. И наши имена записаны в святой книге Агнца. И с этого всего мы ничего не заслужили, мы ничего не сделали в этом. Мы получили самый великий, неописуемый подарок. И вы знаете, Он так возлюбил нас, что Он пришел и умер за нас на кресте. Каждый волос на вашей голове подсчитан им. Он любит тебя. Он любит тебя. Он любит тебя. И мы много об этом уже слышали с начала собрания. И Он хочет иметь отношение с тобой. Мы все грешники. В нужде Спасителя. И сегодня придите ко Христу таким, каким вы есть. Вам не нужно выздороветь перед тем, как вы идете к доктору. Он говорит, что не те, которые здоровы, имеют нужду в докторе, но тем, кому плохо, те, которые больны, и это мы. Иисус говорит, что Я дверь, и все, кто входит через Меня, будут спасены. Он говорит, что Я есть путь, Я есть истина и жизнь. Верьте в Господа Иисуса Христа, потому что Он спасает. И ты спасешься. И если ты покаешься, если ты примешь Его в свое сердце, ты спасешься. Если ты примешь этот дар спасения, тогда Он омоет тебя, Он очистит тебя, и ты получишь спасение. Он оденет тебя в одежду праведности, Он примирит тебя с Богом, и Он будет жить внутри тебя. Рождение Иисуса Христа — это самое значительное событие, которое совершилось с началом мира. И Рождество — это не о тебе и не обо мне. Рождество — это не подарки, которые мы будем получать, и это не огоньки, которые мы видим везде. Но Рождество — это о спасителя, который пришел, чтобы найти и спасти погибшее. И эти грешники — это вы и я. И Он сказал, что если вы поверите, вы будете иметь жизнь вечную. Давайте склонимся и прославим Бога, который пришел на эту землю, чтобы ты и я могли иметь спасение. Пусть Его имя будет благословено. Аминь.